Приветствую вас. Я думаю, что вы могли бы свой вопрос, вот, ну, в таком ключе, да, в таком формате, вы могли бы свой вопрос просто задать, ну, написать свой вопрос в каком-нибудь поисковике, и, в принципе, получили бы ответ. Вот. Мне кажется, что если вот дать что-то больше, чем простой ответ, ну, причем простой ответ, то почему вас это беспокоит? Почему вас беспокоит, условно говоря, то, что вам нужно контролировать свои эмоции? Почему вас именно беспокоит это? Чем вас это беспокоит? Да, как мне кажется, важно начать с этого. С того, что вас это беспокоит. Потому что, если вас это беспокоит, значит, вы, скорее всего, что-то для себя не получаете. Скорее всего, вы для себя что-то упускаете. Вот. скорее всего, скорее всего, вы не удовлетворены чем-то. И думаете, что через, через контроль своих эмоций, через контроль своих чувств, вы сможете получить то, что вам нужно. Ну, исходя из моего опыта, например, это больше иллюзия, чем правда. Потому что, скорее всего, вы будете чувствовать себя еще больше зажатым. Скорее всего, вы будете ощущать себя для себя еще более зажатым, чем раньше. Еще более зажатым, чем до этого. Просто потому, что, ну, вот, попытка контроля. Здесь будет попытка контроля. Здесь будет какое-то вот такое стремление к контролю. Понимаете? Вот. И на самом деле, ничего ничего именно вот прямо позитивного для вас в этом, как мне кажется, нет. Итак, давайте еще раз постараемся сформулировать то, что вам нужно. Вас чем-то и как-то беспокоит то, что вы не можете контролировать свои эмоции. И вы хотите научиться их подавлять, чтобы получить то, что вам нужно. Я предлагаю немножечко другой подход. Потому что контроль – это тупиковая ветвь. Я думаю, что вы и до этого пытались себя контролировать, но у вас не особо чего получалось. И скорее всего не будет получаться и дальше. Потому что эмоции – это не то, что можно взять и подавить. Эмоции – это немножечко по-другому работающая энергия. Поэтому давайте постараемся с вами условиться на том, что именно подавлять эмоции не нужно. Их можно разбирать, их можно изучать, их можно лучше понимать, но не подавлять. Я надеюсь, что смог донести до вас свою мысль. Что я пытаюсь здесь сказать? Эмоции – это часть нашей психологической эмоциональной жизни. И мне кажется, что подавляя, пытаясь подавить твои эмоции, вы, ну, ничего хорошего, абсолютно ничего хорошего тебе не даете. От слова «собсовсем». Вот. В медицине вы только лишь больше и больше отдаляйтесь от того, кто вы, от того, что хочется вам, от того, что нужно вам, от того, чем нуждают вы и так далее. То есть, по сути, вы достаете быть собой. Я не думаю, что это то, что вам хотелось бы. Я думаю, что вам этого совершенно тоже не хотелось бы. Но по-другому, да, вы, вероятно, другого способа не видите, не видите. И я вам верю, я верю, что вы не видите другого способа. Я верю в то, что вам, вот, кажется, что иначе нельзя. Ну, поверьте, поверьте, можно. Можно. Если пойти не от твоих эмоций, которые сейчас вас, вероятно, пугают. А к ним, к ним, пойти, к ним, пойти, к своим эмоциям. Пойди к ним навстречу и посмотреть, что они такое, а что они из себя представляют, эти эмоции. Вот. На что они нацелены, да? Чего вам хочется? Может быть, есть чего-то, чего вам хочется? В связи, вот, как раз, с эмоциями. С теми эмоциями, которые вы пытаетесь подавить, которые вы пытаетесь сейчас, там, грубо говоря, контролировать. Вот. Это важный момент, как мне, опять же, видится в этой ситуации. Только нужно, чтобы вы хотите, чтобы вам было интересно. То есть, вам отзывается то, что, например, я говорю, или нет. Или вы чувствуете сейчас, там, к примеру, сопротивление вы ощущаете, к примеру, страх, нежелание этим заниматься. Если вы считаете, что вам это будет, ну, там, воприятно, ну, воприятно, например, например. Вот. То есть, это вот то, что нужно поисследовать. Как мне кажется, как мне видится, вот. Потому что напрямую это влияет на вас. Я не знаю еще ни одного человека, который пытается подавить свои мысли, или пытается как-то вот их контролировать. в смысле того, что блокировать и так далее. Осталось счастливее. Я не одного человека, а еще не знаю счастливого человека. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы вы этот момент поняли как можно лучше. И увидели бы, что, ну, не очень это позитивная тенденция, которую, ну, которую вы пытаетесь себя навязать. Так что давайте подумаем, вот те эмоции, которые вы сейчас хотите научиться контролировать, что за ними находится, что за ними стоит. Чего вам хочется в контексте, в контексте этих эмоций. И это пусть, пусть это, пусть это, пусть это послужит началом вашего исследования себя. Пусть это послужит, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Как-то примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. На всякий случай, на всякий случай, я хочу сказать, что процентного способа, универсального способа нет научиться контролировать свои эмоции, потому что у каждого человека они свои, у каждого человека своя ситуация, у каждого человека свои особенности. Их нужно учитывать, если мы хотим ему реально помочь. Поэтому в какой-то степени вы себя обесцениваете, допуская, что может быть какой-то уникальный способ решения, который, собственно говоря, возможно решить ваши проблемы. Нет, это так не работает, к сожалению. Вот это то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Ну что же, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. На этом, я думаю, всё, пока что. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что для себя вы сделаете какие-то выводы. Я надеюсь, что вы сформулируете обратную связь в ответ на то, что я, допустим, вам ответил, сказал на то, что мои коллеги вам ответили и сказали. И поделитесь этой обратной связью, вследствие чего может начаться продуктивный процесс психотерапии, который поможет вам стать более свободным в своих проявлениях эмоций. Не контролирующий, как сейчас вы пытаетесь быть, а именно свободным. Что гораздо более, как мне кажется. Ладно. Вот. Но понятно, что в конечном счете решать только вам. Потому что это ваше решение. Удачи вам. Всего самого доброго. Будем надеяться, что ситуация разрешит. 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 Разрешит.